Дорогие братья и сестры Друзья, вот и второе воскресенье Великого Поста наступило, и в этот день совершается память замечательного византийского богослова XIV века, архиепископа города Фессалоники в Греции, Григория Паламы. Он родился в 1296 году в Константинополе в богатой семье. Его отец Константин был сенатор и занимался воспитанием внука императора Андроника II палеолога, который после смерти деда стал императором с именем Андроник III. Это были годы первой половины XIV века. В 1303 году отец Григория умер, и император взял его под свою личную опеку. В царском дворце вместе с наследным принцем Григорий получил блестящее образование и обнаружил редкие способности. Сам Григорий вспоминал об одном диспуте во дворце в 1313 году. Как-то император попросил его рассказать о логике Аристотеля, жившего в IV веке до Рождества Христова. В Паломе было только 17 лет, но он обнаружил такое глубокое знание философии, что император удивился. А великий логофет Феодор, Метахид, воскликнул, «Если бы сам Аристотель был среди нас, он похвалил бы его». Так разобраться в логике Аристотеля может только большой природный талант. И естественно, когда на молодого человека обращали такое внимание, перед ним открывалась блестящая придворная карьера. Но он в возрасте 20 лет принимает монашество и уходит в один из монастырей на горе Афон, где провел целых 10 лет в послушании и молитве. В 1326 году его рукоположили во священники, а в 1347 году он стал архиепископом Солоник и оставался здесь до самой смерти в 1359 году. Святитель Григорий активно участвовал в бурных богословских спорах своей эпохи. А их было немало – о исихазме, о природе фаворского света, в преображении Христа, о божественных энергиях и многие-многие другие. Его литературное наследие на русский язык так и не переведено, а в нем немало интересных богословских идей. И главное среди них – учение о Боге и его познании. Григорий не делает открытия. У него другая задача – обобщить мысли более ранних отцов в церкви. Они же в один голос заявляли – Бог, как Творец, непознаваем, и вместе с тем Он открывает Себя. Как это понимать? Преподобный Максим Исповедник отвечал на этот вопрос так. Бог познается не по своей природе, а по великолепию его творений и его о них промыслу. В них, как в зеркале, мы видим его беспредельную благость, премудрость и силу. И вот похожие мысли есть и у святителя Григория. «Все, что сотворено, крайне удалено от божества и чуждо ему». Можно даже сказать так – если Бог не существует, то все остальное существует. А если он существует, то все остальное не существует. Вот эту странную фразу не сразу и поймешь. А он, так поясняет ее смысл, святитель Григорий, как Творец Бог, конечно же, превыше же всех своих творений, и несуществующим его можно назвать только в переносном смысле, потому что он вне законов сотворенного и мира. Поэтому Богу более подходит наше название «сверхживой», «сверхблагой», «сверхбожественный» или «сверхсущность». Но каким же образом он открывает себя своему творению, своими действиями, которые по-гречески называются энергиями? О них говорил уже святитель Василий Великий еще во второй половине IV века. И у него есть такие слова. «Мы познаем Бога нашего по действиям, но не даем обещания приблизиться к Его природе, ибо хотя действия Его до нас и не сходят, однако Его природа остается неприступной». «И потому Григорий разделяет в Боге природу три божественных лица и энергии. В них Бог присутствует, и они предвечно изливаются из единой природы Святой Троицы. энергии – преизбыток божественной природы, которая не может себя ограничить. Их можно сравнить с лучами божества. Оно всецело присутствует в каждом из этих лучей, только отражается в них, как в зеркале, оставаясь невидимым, как невидимо для нас самих наше лицо». «Через них Бог творит и действует, ими пронизывает все существующее. И получается, что Бог существует одновременно и в своей неприступной природе, и вне ее, как бы в двух образах бытия. С одной стороны, всецело, непознаваемый в своей природе, Он всецело открывает Себя в энергиях. И они становятся связью между Богом и сотворенным им миром. Когда мы говорим, Бог есть премудрость, жизнь, истина, любовь, сила, правосудие, бытие и многое другое, то имеем в виду его энергии. Их еще называют божественной славой, о которой вот так замечательно сказал митрополит Филарет Московский уже во второй половине XIX века. Слава есть откровение, явление, отражение, облачение внутреннего совершенства. Бог от вечности открыт самому себе вечным рождением единосущного Сына Своего и в вечном исхождении единосущного Духа Своего. И таким образом, единство Его во Святой Троице сияет природной, неприходящей и неизменной славой. Бог Отец есть Отец славы, Сын есть сияние славы, Дух Божий есть Дух славы. В этой собственной внутренней славе живет блаженный Бог, превыше всякой славы. Так что не требует в ней никаких свидетелей и не может иметь никаких участников. Но по своей бесконечной благости и любви своей Он желает сообщить свое блаженство и иметь благодатных причастников. И они откроются в Его творениях. Его слава является небесным силом, отражается в человеке, облекается в образы видимого мира. она даруется от Него, приемлется участниками, возвращается к Нему. И в этом, так сказать, кругообращении славы Божией состоит блаженная жизнь твари. Вот давайте запомним эти развлечения в Боге по природе, на природу и энергии. И они помогут нам лучше понять соотношение между Богом, сотворенным миром и человеком. Субтитры создавал DimaTorzok